О монополярности под брендом США предстоит забыть. И сколько бы ни пыталась бы США разными способами все-таки декларировать, что они есть единственный судья, единственный хозяин этого мира, конечно, этого уже нет. США, безусловно, лидер. Он, безусловно, молодец в этом смысле. То есть он силен, США как государство. И это достаточно серьезная системная деятельность, которую они ведут на протяжении многих десятков лет. Россия много раз пыталась противостоять такому воздействию на мировую общественность. Россия много раз пыталась занять место флагмана в этой истории. Проиграла все разы. Причем каждый раз это кончалось крахом и политического лидера, и экономической системы, и миллионов жертв в итоге. Слава тебе, Господи, что сегодня мы имеем президента, который способен в состоянии отстаивать интересы страны. Мне кажется, в последний год, наверное, Россия вообще показала себя абсолютно с другой стороны, обратила на себя внимание, показала, что действительно с нами нужно считаться, и мы можем. И даже люди в нашей стране изменились, потому что даже начиная от Олимпиады, заканчивая сейчас ситуацией на Украине, как наше государство себя ведет, и насколько оно сильно и мощно, и четко, выверенно действует. Это показывает то, что действительно у нас есть силы, и даже люди почувствовали эту силу. Люди, наконец-то, начали любить свою страну. Это удивительно, потому что в последнее время Россию только ругали вместе с властью и со всеми прочими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова